Здравствуйте! В программе ВПРОГ всегда есть место творчеству. Сегодня мы будем искать таланты прямо на рабочем месте. В нашем выпуске. С бутербродом на длинной дистанции. И с оргтехникой на короткой ноге. Ноги кормят не только злобного волка, как говорится в известной пословице, но и вполне симпатичную секретаршу. По данным Бельгийского института труда, только за один рабочий день она пробегает от сканера к компьютеру, от компьютера к принтеру, от принтера к коперу в общей сложности до полутора километров. Однако с появлением в компаниях так называемых офисных комбайнов эта дистанция сократилась чуть ли не вдвое. А в устройстве, объединяющем в себе и принтер, и сканер, и копер, сюжет Кирилла Качнова. Преимущества офисного комбайна просты и понятны. Во-первых, экономится место на рабочем столе. Во-вторых, не приходится путаться в так называемых драйверах, управляющих программах к разным устройствам. Ведь у комбайна такая программа всего одна, и заведует она сразу всеми функциями. Не стоит забывать и о цене вопроса. Если покупать эти устройства в отдельности с теми же функциями, получится дороже гораздо. Ключевой параметр при выборе такой техники – память. Чем больше ее объем, тем меньше документы будут стоять в очереди на печать. Тем меньше проблем будет с обработкой файлов большого объема. Измеряется память, как и принято, в мегабайтах. Как минимум, не меньше 8 это должно быть, потому что память обычно делится между устройствами. Принтер, факс, соответственно, забирает во время работы. Правда, 8 мегабайт хватит, если комбайн трудится на дому или в небольшом офисе. Если же с одним устройством работают сразу несколько, а то и десятки пользователей. Если на него посылаются документы со многих компьютеров, память необходимо наращивать. Кстати, наиболее дешевые модели комбайнов управляются только с компьютера. И это удобно далеко не всегда. Специалисты советуют покупать устройства, которые могут копировать документы автономно, как это делает старый добрый ксерокс. Также не стоит забывать, что разные устройства в комбайне далеко не равноправны. Главным агрегатом считается принтер. Все зависит от того, какое качество печати вам необходимо в конечном итоге. И в зависимости от этого производится выбор. Естественно, если вы выбираете более мощный принтер, то дополнительное устройство тоже будет, соответственно, более мощное и возможности тоже. Соответственно, если принтер становится жертвой поломки, перестают работать и другие устройства. А вот при неисправности копира или сканера возможность печати документов, как правило, сохраняется. Субтитры создавал DimaTorzok